Случилось. Фонд борьбы с коррупцией «Иностранный агент» и другие структуры политика Алексея Навального все-таки официально признали экстремистскими организациями. Такое решение принял накануне Мосгорсуд. На заседание журналистов не пустили. Материалы все засекречены. Организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. Суд также постановил, что решение о запрете деятельности ФБК и штабов Навального подлежит немедленному исполнению. Официальные Лондон и Вашингтон уже осудили признание структуры Навального экстремистскими организациями. Давайте обсудим эту тему. С нами на связи политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, добрый день. Добрый день, Дмитрий. Да, мы уже устали говорить о том, что мы проснулись в другой стране, но тем не менее. Все ожидали, конечно, что это произойдет, но все-таки какие выводы? Оппозиционная деятельность фактически сравнена в стране с экстремистской. Как это можно оценивать и что это означает вообще для будущего политического ландшафта? Ну, во-первых, я бы сказал, что мы не проснулись. Мы, наоборот, погрузились в такой элитаргический сон с величественными воспоминаниями. Кто-то нам навевает этот самый сон золотой и примерно понятно, кто это. Та самая корпорация лжецов, о которой говорила как раз госпожа Певчих. Все знают и все врут, потому что считают, что врать – это патриотично. Конечно, они себя оправдывают. То есть перед правдой и перед интересами той корпорации, которую они путают с российской государственностью, выбор, конечно, в пользу корпорации. В частности, потому что корпорация дает им кровь и стол. Ладно, бог с ними. Значит, страна спит. И в интересах этой корпорации страну погрузить в еще более глубокую литаргию. Если для этого надо сделать инъекцию или кого-то убить, ну, будут сделаны инъекции и не одна. Потому что на самом-то деле для человека, который сохранил хотя бы минимальную способность к независимому мышлению, выглядит несколько экзотично, когда фонд борьбы с коррупцией приравнивается, например, к Аумсенрикё или к исламскому государству. Это действительно террористические конторы, экстремистские конторы, цель которых убийством людей заставить какие-то власти изменить какую-то политику. Или, что бывает чаще, продвинуть свою собственную политику. Ну, Навальный четче всего и сам ответил на все это. Если в основе государства лежит коррупция, то борец с государством по определению становится врагом. Да. Врагами, кстати, Дмитрий стали и многочисленные, многотысячные сторонники Алексея Навального. Те, которые поддерживают его. Мы знаем о законе, который фактически лишает их теперь избирательного права. То есть тысячи людей теперь лишены этого. Потому что мы знаем, что закон запрещает тем людям, которые поддерживали экстремистские организации, избираться. Ну, это тоже традиционная такая двухходовочка. Сначала принимается закон о недопущении экстремистов для участия в выборах. А потом, кого хотим, назначаем экстремистами. Это все было проделано очень быстро. Поэтому обычно между такими двумя шагами некоторый временной интервал соблюдается. А сейчас все предельно понятно. Сначала, значит, вот этот закон, а потом, ну да, конечно, Навальный и Навальнисты, они одновременно и экстремисты. И какие же выборы? О чем? Сидите из-под лавки, не высовывайтесь. 22 миллиона человек, согласно данным Левада Центра, который признан, если еще не экстремистом, то и иностранным агентом, поддерживают, испытывают доверие и симпатию к Навальному. Ну, не все из них, например, посылали свои деньги в ФБК. Даже, наверное, не в СТО. Но, в принципе, это означает, что потенциальные экстремистов у нас 22 миллиона человек. Ну, а те, кто платили, фондировали, датировали, донаты слали в фонд, они просто враги государства. И это означает, что государство уже перестает быть государством, потому что государство реальности есть совокупность институтов, призванных уравновешивать интересы разных граждан с разными приоритетами. А мы вместо государства имеем уже нечто другое, потому что, ну, я не знаю, как это назвать, вождество, может быть, когда все, что нужно вождю, поддерживается, все, что нужно государству, государственные институты. Такие, как независимые выборы честные, такие, как независимый суд, такие, как свободная пресса, такие, как право защищать частную собственность и конституция. Вот это все перестает функционировать, а функционирует только воля одного человека, которого мы все знаем. И это называется деградация государственности. И за это мы еще расплачемся в ближайшем будущем. Насчет как раз расплаты. Вы сказали только что, что страна действительно спит. Вчера мы в утреннем эфире разговаривали с Евгением Чичваркиным, который высказал точку зрения, что несмотря на то, что деградация, как вы сказали, происходит на наших глазах, несмотря на это, пока не будет тот самый пресловутый эффект холодильника достигнут, то есть пока экономика не даст какую-то там трещину окончательную, когда доходы населения уже совсем не упадут, то ничего не случится. Вот страна так и будет спать, если смотреть на все происходящее, на ваш взгляд? Вы знаете, есть масса примеров того, что даже после того, как холодильники опустили, ничего не меняется. Во время товарища Сталина и товарища Ленина страна пережила три голодных катастрофы. 2020-2022 год, 1931-1933 год и 1946-1947 год. Люди умирали. На улице был каннибализм. И ничего. В холодильниках не было ничего, потому что и холодильников тогда еще не было. То же самое мы сейчас наблюдаем в Северной Корее. Так что говорить о том, что вот холодильник в конце концов одолеет, ну может быть, но это будет очень хороший вариант. Потому что есть более скверные варианты. Здесь, мне кажется, к вопросу о дальнейшей деградации государственных институтов. Здесь, мне кажется, даже трудно людям, рационально мыслящим, вот таким, как Евгений Ильич Варкин, осознать всю глубину пропасти, которая разверзается. И в нее можно падать всю жизнь, этого не осознавая во сне. Тут проблема в том, что или у неправильных социальных, политических решений есть социальная оппозиция, политическая оппозиция, человеческая, ментальная оппозиция. Или вот если это ментальная, там, в спрессе, в политических партиях оппозиция уничтожена, стерта с лица земли, то в оппозицию этим диким решением начинает выступать уже материя. То есть картошка перестает расти, автобусы перестают тормозить и врезаются в остановки какие-то, дороги перестают строиться, деньги перестают иметь свой нормальный, естественно, смысл и превращаются во что-то деревянное. И вот тут уже начинается противодействие этой безумной власти не с людьми, а с объективной материальной реальностью. Оно тоже может довольно долго продолжаться. На данный момент вот эти вот решения о признании ВК экстремистской организации, на ваш взгляд, никаких откликов в обществе не найдут? Я имею в виду, там, опять же, выхода на улицу и возмущения какого-то? Нет, конечно. Ну, смотрите на Белоруссию. Россия следует по этому пути с некоторым сдвигом по фазе, отставая, но очень быстро догоняет Лукашенко. Как вы считаете, выборы, которые предстоят, это уже будет что? Это будет тоже какой-то сценарий близкий к белорусскому, или там, я даже не знаю. Ну, что это будет? Еще нет. Тут, понимаете, ведь та самая корпорация лжецов, которая рассказывает с экрана телевизоров, не имеет мощной корневой подпитки. То есть, она имеет, но эта подпитка, скажем так, небезусловная. Вот есть же честные члены избирательных комиссий, секретари, есть честные журналисты, есть честные директора школ, которые не хотят фальсифицировать. Это в Белоруссии, что госпожа Эрмошина велела, то и нарисовали, и никто не будет выступать, потому что там уже это сформировано. У нас еще нет. У нас еще нет, это надо понимать, но скоро будет. И именно поэтому вот этой электоральной процедурой, выборами я бы это уже не стал называть, электоральной процедурой необходимо воспользоваться. Об этом, кстати, говорит господин Навальный, когда говорит, что да, надо действовать по умному голосованию. Нисколько не обольщается. Понятно, что мы выбираем там три разновидности какого-то неприятного пахучего вещества. И там справедливая Россия вряд ли сильно лучше, чем единая Россия, я имею в виду партии. Но это рычаг, это возможность, это коммуникационный канал, по которому можно послать месседж. Не пользоваться этим каналом просто глупо, а может быть даже и преступно, потому что есть люди, которые не жалея себя идут наблюдатели. Есть люди, которые ради этого садятся в тюрьму. Есть люди, которые рискуют своей карьерой, когда отказываются фальсифицировать результаты. И после этого через губу говорить, что я в этом зверинце участвовать не намерен, мне кажется, элементарное свинство. Да, не надо обольщаться насчет результатов. Но это процедура, которая может послать месседж. Это процедура, которая показывает, что мы еще не все спим. Да, об этом как раз и говорят сотрудники фонда борьбы с коррупцией. Спасибо большое. Дмитрий Орешкин, политолог, был с нами на связи. Спасибо, Дмитрий Борисович. И надо, опять же, напомнить, что ВБК признан Россией иностранным агентом, а теперь еще экстремистской организацией. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Но «Дождь» — это намного больше, чем наш Ютуб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» — tvrain.ru. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.